Сейчас хочу посмотреть на картах Таро, когда это закончится, когда прекратится эта война и кто в итоге победит, Россия или Украина. Кто будет отстаивать свои права? Это Россия, это Украина. Какая обстановка сейчас? Как мы видим, все очень плохо, так как карты все перевернуты, почти. Дальнейшие действия Путина. Дальнейшие действия Зеленского. Это еще не все, потом посмотрим, чем же все закончится. Значит, на данный момент, что мы видим здесь на картах показано, эта карта перевернута. То есть, людей много ищут, все наступают на Украину, но это и так понятно. И также он получает помощь, я не знаю, это кто, Лукашенко или кто, но здесь два человека. Вот, возможно, сидит Путин и Лукашенко. То есть, две страны сейчас за, как это, сговоры, как правильно сказать? Ну, типа-то. Ты поняла, да. В общем, то есть, у него есть помощь еще от одного мужчины. То есть, это на данный момент ситуация с Россией. Дальше. Ну, Украина тут и так, да, все понятно, кто это. В клетке один, беспомощный. Это наш президент, у которого нет ни помощи, от других стран ничего. Ну, вот, семейная карта, она перевернутая, то есть, семьи пострадают, сейчас страдают. И вот, опять же, семейная карта тоже перевернутая. То есть, все в страхе, все в ужасе. Это хорошая карта, если бы она выпала в прямом положении, но не в перевернутом. Далее. Смотрим, что будет. Сейчас посмотрим дальнейшие действия. Все перевернутые три карты. Значит, вот это король Жезлов. Вам отсюда видно, вам с ними получше. Значит, по этим картам можно сказать, что вот это вот все, это президенты или какие-то там главные в других странах, которые перевернуты. То есть, они не поддерживают и не собираются как-то помогать России тоже. То есть, быть на стороне Путина. Вот, императрица, это высокая такая карта. Это какая-то тоже... Помнишь, Самвел говорил? Я не помню имя. Не, не Варшава. Где-то, в общем, где правит девушка, тоже за это говорила. И здесь вот тоже. То есть, помощи от других стран для России не будет. Поддержки тоже. Вот, в ближайшее время. По Украине правосудие. Правосудие. Вот, пожалуйста. Ворота закрыты. То есть, Зеленский будет стоять на своем и отстаивать свою точку зрения. Нашу Украину. Дальше. Карта Пентакли. Опять же, семейная карта выпала перевернутая. То есть, дома пострадают. Как мы видим здесь, дети в доме находятся. Сейчас этого всего нет. Сейчас многие покинули дома и прячутся в бомбоубежище. И карта также выпала отшельник. Вот, здесь показано, что такое впечатление, что Зеленскому предлагают некую помощь или говорят ему, может быть, сдаться. То есть, тут два варианта. И он отказывается от этого. Он от этого отказывается. Он стоит и на своем. И вот, карта правосудия. То есть, двери закрыты. Все. Украина наша. Киев наш. Ничего не отдадим. А вот здесь вот к нему. Он понимает, что здесь ему предлагают. С одной стороны, хороший вариант. И с другой стороны, он как бы не верит и отказывается. Все равно хочет поступить по-своему. Значит, чем это все закончится в итоге? Россия. Украина. Россия останется счастливой страной. Он, по картам, он добьется своего. А Украина так и останется в мечтах о хорошей жизни. Так, кто победит? Ну, как победит? Украина будет на стороне России. Угу. Вот тут даже видно, что вот он, Зеленский или там украинцы так и останутся в мечтах о том, что армия наша сильная. Ну, вот это. Ну, да. Потому что, ну, здесь мы видим, что Зеленский сидит в клетке. Все дома вот сейчас вот бомбят. Все семейные карты, вот, все семейные карты, они все перевернуты, выпали. Да можешь сказать, когда это закончится? Когда закончится, сейчас давай посмотрим. В общем, не знаю, что тут, когда это может закончиться. Зеленский сидит. И так, когда же закончится война Украина-Россия 2022 год? Ну, здесь вот по этим картам показано то, что сейчас украинцы одинокие сидят, уставшие, молчат. Ну, это, да, похоже на нас, в подвале даже, да? Угу. И, ну, здесь вот ёлки, то есть это сейчас зима. Угу. Так же мы все мечтаем. Мечтаем, мечтаем и боимся спать. Угу. Вот. И закончится это все поражением. Сейчас посмотрим. Вот, пожалуйста, здесь тоже выпало. Значит, вот эта карта у нас дьявол. Она перевернута. То есть война, вот это все, огонь, это все закончится. Угу. Как я вижу по картам, это закончится все весной. Как я вижу. Угу. Да, то есть в ближайшее время это должно закончиться, потому что сейчас мы все в страхе, в мыслях о том, чтобы это поскорее закончилось. И очень скоро они придут к решению какому-то. Ну, к какому-то, мы уже поняли, к какому. Огонь прекращается, и уходит новый человек. То есть это вот будет в ближайшее время. То есть пока что нужно вот посидеть, подождать, помечтать о лучшем. Но дальнейшее мы уже знаем, что нас ждет поражение. Вот пока такой расклад. Может быть, попозже еще проведем. Если будут у кого-то какие-то вопросы. Посмотрим, что будут показывать карты. Так что всем спасибо за просмотр. Будем верить, что вскоре война закончится. И мы сможем спокойно спать в наших домах, ходить по улице, по магазинам, покупать еду, гулять. Вот так.